Впервые о фактах коррупции в ректорате Оржского государственного юридического института Сьюита Маматова заговорила еще 4 года назад. Тогда преподаватель обвинила руководство вуза в незаконном приеме 120 абитуриентов, приехавших поступать с Казахстана. По ее словам, за последующие полгода эти иностранные студенты так ни разу и не посетили занятия. А за прогулы вместо положенного отчисления ректор Эгембердетухторов вручил им академические справки за полученные знания. Как заверяет Сьюита Маматова, и по сей день в институте числятся более сотни студентов, находящиеся сейчас на заработках в соседней стране. Преподавательнице Анарбаевой Гульзирек я заплатил 6 тысяч сомов за сдачу сессии. Она обещала все экзамены развести, но оказывается не сделала. На пятом курсе я по семейным обстоятельствам из-за сотрудений в оплате контракта уехал в Москву на заработки и не посещал занятия. Пишет мне объяснительный студент. Потом ректорат заявил, что я якобы студентов заставила написать объяснительные, но я никого не заставляла. Во время пресс-конференции к зданию начали подходить другие сотрудники этого учебного заведения. Набралось более 60 человек. Вот сейчас должны идти занятия, но здесь группа преподавателей. У них что, нет других дел? И всех отправил ректор, чтобы помешать мне дать пресс-конференцию. По обращению заявительницы в прошлом году министерством образования была создана специальная комиссия. Проведя собственное служебное расследование, в своем отчете специалисты из Бишкека написали, что никаких коррупционных фактов не выявлено. По поводу студенческих объяснительных комиссия также выдала заключение. В нем преподавательницу обвинили в подстрекательстве. Мол, это она заставила студентов окривитать руководство института. На основании заключения проверяющих ректорат подал на обидчицу в суд. У нас имеются черновые варианты объяснительных этих студентов, на которых Маматова сама написала о том, что преподаватели якобы берут взятки. Потом она заставила студентов переписать их. Раз она такой грамотный юрист, почему не забрала эти черновики? Мало того, угрожала студентам, что не поставит оценку за экзамен, если те откажут ей в просьбе. Студенты сами принесли эти бумаги и все рассказали. Сюита Маматова обратилась с заявлением в УВД города Ож. Милиции сообщили, что дело еще не открыли. Идут следственные мероприятия. Впрочем, Морский юридический институт, отметим, уже хорошо знаком с правоохранительными органами. В ноябре 2015 года декан данного вуза был взят с поличным во время получения взятки в размере 7 тысяч сомов от студента за допуск к экзамену.